Я понимаю искусство как нечто переворачивающее душу, когда слезы в глазах и комок в горле, когда растворяешься в счастье и безмятежности, когда падают занавесы и открываются новые дороги, когда ты понимаешь, что художник сказал то, что многие годы зрело в твоем сердце, но не принимало конкретных форм, пребывая в состоянии аморфности и хаоса. Это слова Сергея Маслова, нашего казахстанского художника, ныне уже почившего. Мне просто показалось, что это очень важно. Он сформулировал как нельзя лучше то, что хотелось бы вообще делать в искусстве. Моя лекция называется «Painting of modern life», потому что, вы знаете, на самом деле это трудно перевести, потому что можно, конечно, перевести «Живопись современной жизни», но на самом деле это уже давно, на протяжении где-то больше чем 100 лет, это уже такое определение, которое еще сделал Шарль Бадлер. В 1863 году он написал эссе «Painting of modern life», где он обратился с таким требованием к художникам-живописцам как-то ответить тому, что фотография наступает, и что с этим делать. В начале я просто хочу обратиться к фотографам, которые очень были живописны. То есть еще до того момента, когда живопись обозначила явно, что она получает влияние от фотографии, в начале фотографы очень хорошо показывали свое влияние, что на них влияет живопись. Вот Соль Летро, это потрясающий такой фотохудожник. Кто был на лекции Александра Угая, вы помните, наверное, его, потому что я взяла у Саши эти слайды. Потрясающий такой очень живописный фотограф. И пока вы смотрите, я прочитаю то, что говорили о выставке, которая произошла в Хейвард-галлере в 2007 году, это выставка «Painting of modern life», что о ней говорили. Взаимоотношения живописи и фотографии стали объектом художественных выставок с 1840-х годов. Самые ранние, связанные с этим новым медиумом фотографии, попытки обозначили искусство фотографии как симуляцию живописи. Но когда фотография определилась как нечто неизбежное, всё изменилось. Живопись была вынуждена примириться с фотографией, и они сосуществуют до сих пор. Амбициозная выставка Хейвард-галлере «The painting of modern life» с куратором Ральфом Ругов предоставила нам счёт, как живописцы-художники использовали фотографию с того основного момента, в ранних 60-х, когда холст впервые был противопоставлен фотографии во всей своей животной, брутальной и прекрасной вездесущности. Это название знаковое, прежде всего, как попытка рассмотреть работу разных художников-живописцев по осмыслению современной живописи, используя фотографию. Название это перекликается с известным эссе Шарля Бадлера, в котором он призвал художников понести ответственность за отображение современной жизни. Бадлер объявил о своём скептицизме по отношению к фотографии, которая, по его мнению, была не способна решить эту задачу, видя в этом как проблему, так и её разрешение. Живопись в момент её технологического и культурного затмения может бросить новый вызов. Она может отразить жизнь гораздо богаче через очень важные детали. Дэвид Кэмпани. Также для очень многих людей искусства было таким знаковым событием выставка и книга Ти-Джей Кларка «Painting of Modern Life» Париж, искусство Мане и его последователей. В 1985 году эта книга была издана. То есть то, что Шарль Бадлер заявил 150 лет тому назад, вот это название обозначил, и его обыгрывают последние 150 лет увлечённых. Я начну с Вии Сельминс. И прежде чем мы начнём говорить об этих художниках, я хочу сказать, что живопись хоронят на протяжении последних 100 лет. Говорят, великий фотограф Родченко сказал, «Мы боремся с останковой живописью не потому, что она эстетна, а потому что она несовременна, слаба технически отображать, громоздка, уникальна и не может обслуживать массы. Мы боремся, собственно, даже не с живописью, она и так умирает, а с фотографией под живопись, от живописи, под афорт, под гравюру, под рисунок, под сепи, под акварель». То есть, на самом деле, как только появляются новые медиа, с живописью определяют, пытаются покончить. Вот эта художница, латышская художница, которая ещё очень давно, в середине XX века, переехала в Америку, вот она выставила в 1965 году вот эту вот живописную работу, это живопись, вот, она просто, как сказать, перерисовала обложку журнала «Тайм», вот, это холст масла, вы видите, да, вот, когда она это сделала, даже больше не эта работа, а вот эта следующая работа, «Преостановленный самолёт», это было как взрыв, как эффект разорвавшейся бомбы, потому что в тот момент вообще, как бы, в Европе и в Америке вовсю процветал абстрактный экспрессионизм, вот. И, то есть, такое отношение к живописи, когда, то есть, не то, что она, если раньше художники скрывали, как бы, своё использование фотографии, использовали фотографии постоянно, да, ну, и скрывали это, то есть, как бы, как бы, а тут просто буквально настолько, как бы, буквально она стала это делать, вот. Эта художница до сих пор работает по фотографии, вот. И, то есть, уже 50 лет она этим занимается, вот. Сейчас вот, вот, то есть, она ушла вообще, вот, такую, какую-то совершенно интровертную такую стать, вот. Она делает вот такие вот вещи, как паутина, да, небо, вот. То есть, ну, вот я лучше скажу о том, как она сама говорит о своих работах. Никогда не было никакой символики и никакой реальной идеи. Я просто вернулась к началу, к смотрению, и это главное в моих работах, смотрение на материал и вид возрождения чего-то во мне, которое продолжает желать жить. И вот у неё спрашивают. Не могли бы вы объяснить, как вы работаете со своими исходными изображениями? То, что фотография не изображение, которое вы копируете, а, скорее, изображение, которое вы используете, чтобы создать живопись. Она говорит, мне не нравится слово использование. Мне кажется, что я как бы повторно описываю изображение через моё тело и через мою чувствительность, через всё, что я знаю действительно о том, как сделать живопись. И я делаю живопись. Я действительно не копирую изображение. Для меня фотография концентрирует мою деятельность, но освобождают что-то ещё. Я пыталась сказать, возможно, что это прикосновение, которому позволяет быть. И вот очень важная, мне кажется, её, как бы, высказывание. Я пыталась говорить жестом, но я удалила жест из живописи. Но осталось прикосновение, которым я работаю. И ещё она говорит, ну, наверное, как многие живописцы, трудно говорить о живописи, потому что я об этом ничего не знаю. Это вообще последние работы 90-х годов. Ну, как последние, она уже совсем старенькая, ей сейчас, кажется, 94 года. Вот Герхард Рихтер. Ну, наверное, все присутствующие знают о Герхарде Рихтере. Это очень известный немецкий художник. Вот примерно одновременно с Вией Сельминс он тоже выставил работы свои по фотографии. Вот эта живопись, вы видите, она довольно большая, 160 на 95 сантиметров. Рихтер использует эффекты, то есть расфокусные фотографии, плохого качества с какими-то такими разными ощущениями. Он с этим работает. Вот это очень известная фотооснова. Наверное, вы узнаёте. Это Жаклин Кеннеди. Жаклин Кеннеди в момент, когда Кеннеди убили. И вот у него целая серая такая серия, так он её называет, серая. То есть я лучше скажу то, что он сам говорит о себе. Фотография должна быть более уместной для меня, чем история искусства. Это образ моей, нашей, общей реальности происходящего. И это не подмена реальности, а костыли, чтобы её осознать. Вот ещё он очень важный момент говорит. Композиция – второстепенный вопрос. Её роль в моём выборе фотографии отрицательная в лучшем случае, которую я подразумеваю. Обаяние фотографии не находится в её центричной композиции, а в том, что она должна сказать, её информационное содержание. И с другой стороны, у фотографии всегда также есть своя собственная, случайная справедливость. И ещё очень... Вот это, кстати, всемирно известная работа. Вот недавно она на Кристис выставлялась. Он говорит очень важный момент. И я думаю, что многие художники, которые обращаются к фотографии, могли бы с удовольствием подписаться под его словами. Я люблю всё, у чего нет стиля. Словари, фотографии, природу, самого себя и свою живопись. Потому что стиль агрессивен, а я не агрессивен. Вот туалетная бумага. Вот эта потрясающая работа. То есть, вы видите, он расфокус совершенный такой. Он использует как живописный приём. Вот в 60-х годах он работал с серой, с черно-белой фотографией, как бы использовал её. Вот эта работа очень важная, наверное, для многих, кто знает Марселя Дюшана. Вы помните его спускающиеся по лестнице. То есть работа, которая, можно сказать, совершила революцию в эстетике. Вот у Рифтера как бы свой вариант такой, вот эти балерины расфокусные. И вот уже в 70-х, 80-х годах он переходит к цвету. И очень как бы, как он говорит, меня нет. Есть некий художник, которого зовут Бектер или Бехтер. Моего стиля нет, моего мазка нет. Я полностью растворился. Вот это тоже живопись. И вот это очень известная работа. Она находится в Сан-Франциско, Мома, в Музее современного искусства в Сан-Франциско. Ну, это как бы преддверие. На самом деле, вообще, настоящий взрыв произошел с появлением поп-арта. Это Ричард Гамильтон. Ну, многие, конечно, знают, кто такой Ричард Гамильтон. Его еще называют поп-дадди, как бы отец поп-арта. Ну, вот эта вот известная работа. Чтобы напомнить, кто он такой. Вот он такой, как бы человек, который работает с коллажом, вот, с такими вещами. Вот. И вот я просто поподробнее скажу, что такое поп-арт. Словосочетание поп-арт многим может показаться противоречивым. Так уж принято, что высокое понятие искусства обычно противопоставляет массовой культуре, как и олицетворению всего популярного и общедоступного. Поп-арт провозгласил новое понимание искусства, заменив возвышенное повседневным. В центре его внимания оказался своеобразный массокультурный мусор, реклама, телевидение, иллюстрации из газеты и изделий ширпотреба. Все, что казалось низким, китчевым превратилось для творцов поп-арта в источник вдохновения. Вот это очень, мне кажется, мне это очень нравится, как бы близко. Образовался новый художественный мир, реальный и абстрактный, доступный пониманию простого человека и в то же время не лишенный черт элитарного искусства. В то же самое время художники поп-арта стремились вернуться к реальной жизни, стать своеобразной реакцией протеста на засилие абстрактного экспрессионизма, которое действительно достигло невероятных масштабов в 50-е годы. Многие видели в поп-арте некий выход из кризиса, возможность более тесного контакта со зрителями истосковавшимися по предметности. Вот, например, вот тут масло и фотография на доске. То есть он играет с сочетанием живописи и фотографии пока вот так. Потом он начинает вторгаться в фотографию. И вот как бы очень как бы знаковая работа для всех художников, которые работают по фотографии. То есть он вообще как бы смеется совершенно над зрителем, потому что он создает полное ощущение, что это фотография, негатив. но тем самым как бы он очень много может этим сказать. То есть как бы он балансирует между высоким искусством и масс-культурой. И называется эта работа «Не снится белое Рождество». Он изобразил Бинго Кросби, это голливудскую как бы звезду известную. Вот тоже как бы та же композиция, другая версия. И вот работа очень как бы тоже такая эпохальная в этом смысле, «Качающийся Лондон». Тут как бы он использовал фотографию, когда Мико Джагера и одного известного арт-критика задержала полиция с наркотиками. То есть он делает калаш, вы видите, а вот это все живопись, а наручники настоящие. И вот он, он так вот, вот вы видите, да, что это печать, раскрашенная вручную голубой акриловой краской. И вот потрясающий вот уже вот в конце, он же сейчас совсем старенький тоже. Вот он все вот так вот играет с собой. Ну и естественно, Энди Ворхолл – это очень знаковая фигура, особенно потому, как тоже как бы определяется, искусство было для Ворхола, искусство было способом любить поверхностную суть вещей. Именно такая проницательность помогла ему понять, что именно это делает искусство безграничным. и Ворхолл прежде всего, конечно, он стал использовать фотографии. То есть, он совершенно как бы изменил подход, упростил вообще подход художников. И то, что вот он сам говорит. «Причина, по которой я пишу, состоит в том, что я хочу быть машиной. И я чувствую, что все, что я делаю наподобие машины, есть как раз то, что я хочу делать». И вот очень удивительно, да, вот Ворхолл хотел на своей могиле написать слово «фикшн», фальшивка. Я думаю, что на самом деле это вообще, ну что такое искусство? Как сказал Такиш Мураками, известный как бы художник, ныне живущий, он сказал, что что такое художник? Это голый король. И надо быть всегда в полном напряжении, а то в один момент кто-нибудь крикнет, а король-то голый. Ну то есть, вот как бы, и вот очень важно, в поп-арте был по-своему переосмыслен дадаизм, но если Марсель Дюшан считал свои ради-мейды искусством, то представители поп-арта, сочетая живописное полотно и реальный предмет, уже не задумывались о том, является ли данное произведение картиной. Таким образом, поп-артисты воплотили в своем творчестве мысль немецкого философа Беньямина о том, что главное в современном искусстве стать массовым продуктом потребления. Поп-арт означает любить вещи, говорил Венди Уорхол. Творчество поп-артистов возвращает предмет в искусство, но предмет этот лишен художественной поэтизации. Моя любимая художница Марлен Дюма, может быть, многие видели ее работу, потому что ее много разных вариантов, и она во всех крупных музеях мира представлена. Это первые люди, первые люди. И она работает только с фотографией. Она всегда использует... У нее огромный просто архив из тысяч каких-то вырезок газет, журнальных вырезок, каких-то совершенно таких... Сейчас, наверное, уже цифровых фотографий. Вы видите, что она совершенно свободно обращается с фотографией. То есть она ее использует, но при этом она использует так, как ей это надо. Она сама про себя говорит так. У меня нет никакой концепции того, насколько большой должна быть средняя человеческая голова. Я никогда не интересовалась с анатомией. В этом отношении я рисую, как дети. То, что испытано мной, столь же самое важное, замечено, как самое большое, независимо от фактического размера. Ведь вы, когда смотрите фильмы, вы же все равно... В фильмах же все больше, как жизнь. И вы все же испытываете это, как реальное. И... Так же и мои лица намного больше, чем человеческий масштаб. Надувание, изменение масштаба, изображение для меня, как крупный план в кино. Вот это моя любимая работа, потрясающая. Это «Мальчики на медосмотре». И вот как бы... То есть она использует фотоматериал. То есть она иногда может сделать так, что она может использовать, например, фотографию не главный образ, центральный, а дальний план. То есть она совершенно свободно убирает то, что ей хочется. Вот учительница. И вот работа, которая была выставлена в Хайверт-галере, вот на этой выставке «Painting of Modern Art». Это огромный, огромный холст, потрясающая работа. Вот еще я, если не против, зачитаю цитату. Через средства массовой информации и любительские фотографии, которые захватили нас в культуру, фотографии проникают так, что она почти отказалась от своих претензий на критическое расстояние искусства. Если любые расстояния должны быть восстановлены, то простое знакомство фотографии должно будет быть отстраненным. Это часть того, чего достиг поп-арт, и что последующие поколения художников достигают, когда работают фотографии. Их отстранения достаточно, чтобы сделать свое глубочайшее воздействие. Многие художники утверждают, что использование фотографии принимает боль из выбора предмета. С фотографией во всем... Они же легко выбирают фотографии, так легко, как Рэдди Мейда Марселия Дюшана. Но Дюшан не выбирал что-нибудь, он выбирал знакомые, массовое производство, анонимные вещи. Художники, как правило, выбирают фотографические образы, похожие, банальные образы газеты, функциональные фотографии, архивные или семейные снимки, спорта и досуга. То есть, что такое повседневность? Это как боль предмета, это форма опыта. Фотографии не просто окружают нас, они колонизируют наше восприятие. Если живопись – это современная жизнь, если живопись – это каждый день, то живопись – это также среда, с помощью которой мы определяем настоящее. Последние годы, 2009 года, работа, она обратилась к политической теме, вот это расстрелы в Палестине. Дэн Хейс, совершенно вообще смешной художник, ты тоже живописец, он делает вот такие работы, такие, как будто это очень плохого качества фотографии, как бы, такие, спикселизации такой. И про себя он сам говорит, я робот, который учится рисовать. То есть, и в результате он добивается совершенно интересного эффекта, совершенно такого импрессионистского, как вы видите, да, такой вот он. Как он объясняет, он создал сам собственную какую-то мифологию, он говорит, есть некий Дэн Хейс, он сам англичанин, он живет в Лондоне, а он говорит, у меня есть, говорит, такой Дэн Хейс, который живет в Колорадо. Вот. Я с ним списался и попросил разрешения использовать его фотографии. Вот он мне посылает, ну, какие посылает, такие посылает, и я вот по ним работаю. Вот. То есть, он как бы, ему вот понравилось, как бы, вот такое вот, совершенно, то есть, такие вот вещи, разреженные такая. это очень большой триптих. Вот Мане, он назвал это просто Мане, но на самом деле, то есть, это вот как бы тоже отражение в воде, как известная работа Мане. Вот. Ну, вот так вот. То есть, у него есть и очень большие работы, и есть маленькие, которые вот он последние, в 2009 году вот так вот выставил. я прежде чем вот от Жуди Тейслер сказать, о ней, кстати, очень мало можно найти чего-то в интернете, вот. Шикарная художница вообще. Вот. Но вот просто вот момент такой, живопись же вообще такая странная вещь, как бы, очень много трудно объяснить, вот. И вот к этому я хотела бы зачитать фрагмент Иосифа Бродского Нобелевской речи. Он вообще очень, как бы, так заявил, очень такую спорную, как бы, сентенцию. В общем, всякая новая эстетическая реальность уточняет для человека реальность этическую, ибо эстетика – мать этики. Понятия «хорошо» и «плохо», понятия, прежде всего, эстетические, предваряющие понятия добра и зла. В этике не все позволено, потому что в эстетике не все позволено, потому что количество цветов в спектре ограничено. Несмышленный младенец, с плачем отвергающий незнакомого или, наоборот, тянущийся к нему, отвергает его или тянется к нему, инстинктивно совершает выбор эстетически, а не нравственный. Эстетический выбор индивидуален, и эстетическое переживание всегда переживание, частное. Именно в этом прикладном, а не платоническом смысле следует понимать замечание Достоевского, что красота спасет мир, или высказывание Мэтью Арнольда, что нас спасет поэзия. Очень большие работы, вы видите, по размеру. Это 183 на 244 сантиметра. Она очень любит такой момент дыхания, перехода такого случайного. Она очень любит фотографировать с телевизора. И потом эти фотографии, она вот так вот снимет, делает такую живопись. Вот это вот какая красота. Вот Джуди Тейслер. Она тоже была в этой выставке Painting of Modern Life. То есть это вообще удивительная выставка получается. Потому что впервые так обозначилось конкретно, что есть целая плеяда совершенно разных художников, которые вдохновляются и работают по фотографиям. Люк Таймонс, это вообще совершенно такой персонаж, это очень большая работа. Он тоже, естественно, использует фотографию, но он изображает, он играет в то, что это очень такая старая живопись, старая школа. Вот это хейткост. Вот он, ну вот вы видите тоже, да, человек тоже, как бы, очень важно то, что, как он относится к мазку тоже. То есть, ну и, конечно, то, что он выбирает. И, то есть, он использует мазок, чтобы сделать такую разреженную, какую-то, расфокусированную, какое-то разрежено-расфокусированное изображение. То есть, это фрагменты, какие-то фрагменты из кино. И вот у него такая серия, он еще делает такие, как бы, фрагменты таких неживых вещей. Но вот тут он вообще не очень близок, почему? Потому что он берет фотографию, потом ее в фотошопе обрабатывает, как ему надо, делает акцент там, где ему надо. И потом уже использует как объект, как модель, как средство. Ну, Элизабет Пейтон, она очень, как бы, популярный художник в Великобритании. Очень известная, и везде она выставлялась, во многих, как бы, крупных выставках серьезных. Художник, который, она еще рисует звезд. То есть, она тоже, и совершенно спокойно. То есть, она рисует семейный, по семейным снимкам. Вот Мишель Обама, узнаете? Эминем. Вот такие. Вот, очень красиво, мне кажется, работает. Вот, ну, как получается, вот, как бы, вот в этой всей команде художников, что, ну, как, наверное, часто происходит, женщины представляют такой чувственный, как бы, такой сочный какой-то момент, такой, плоть такую, живописи. Такую, знаете, как сказать, наполни, мясо живописи. Вот, а мужчины, концепцию, как бы, такой. Вот, вот это потрясающий Йоханни Скарс, да, он тоже, как бы, использует видео, там, фрагменты какие-то. Вот, ну, вот так вот он это предлагает. Вот это вот, вот тут даже он сохранил, что это телевизор, вы видите, да? Вот, вот, то есть, и вот что, что получается, вот, да, человек, вот, когда так делает, да, он монументализирует, да, и, как бы, замораживает в непоследовательный какой-то момент совершенно, вот. И, то есть, и он, и он, как бы, создает совершенно другую эстетику, и, как бы, он воспринимает, он делает из фотографий, как бы, новую эстетику, вот. Вот, Вильгельм Заснал, это поляк, вот, тоже, как бы, и, опять же, повторюсь, что это тоже художник, работающий с фотографией, вот. Ну, ну, человек с социалистическим прошлым, то есть, его это, как бы, беспокоит, и, следовательно, как бы, вот он обращается к этой теме. Вот, вот это очень известное, ну, в Польше была такая, как, плакат был известный, вот, фабрика, то есть, как бы, прославляющий социалистического рабочего. И, вот, то, как он это обработал, то, как он это сделал, как бы, вот, теряется совершенно, другой акцент, получается, и другой смысл. Ну, сам Заснал говорит о себе, об искусстве. А у искусства должно быть эмоционально-интеллектуальное измерение. Искусство вовлекает игру со зрителем, с соглашениями и с вами непосредственно. То есть, это тоже, как бы, кто помнит Советский Союз, вот, как бы, такие вот вещи, как бы, знакомые с нашего советского прошлого. То есть, он вот так вот это обрабатывает. Вот Родченко, да, о котором я говорила вначале. Вот, то есть, сделав это очень известная фотография, и, наверное, многие видели эту фотографию, как, ну, он как икона, да, как символ вообще. Вот, и, то есть, и вот, как вот он сделал, совершенно изменил акценты. То есть, портрет машины, вот, то есть, с одной стороны, работая по фотографии, ты, как бы, ты не ужёшь, да, вот, как бы, а с другой стороны, ты можешь совершенно другой акцент сделать. Вот, вот, вообще, портрет из мраморной, фотография мраморной статуи, которую, вот, советских времен, вы помните, стояли такие? Женщина, девушка с веслом, там, гипсы такие, да, стояли. Вот, снаряжение террориста. Вот, вот, тоже, как бы, с нашего, как бы, советского профа узнаваемая вещь, вот, и тоже, как бы, заснала, то есть, он мастерски совершенно делает другой акцент, используя фотографию. Вообще, вот это странно, это, я просто, можно я зачитаю, то, что, как-то об этом говорится, очень красиво. Через богатые и несоответствующие прикладные методы заснала использует живопись непосредственно, чтобы выставить парадоксальные качества интерпретации изображения. В поднятых руках он не спровергает документальную правду фотографии. Предоставлено в отрицательном, его имидж чемпиона становится заложником, и героизм покрыт демонической аурой. Заснал выставляет культурный триумф, как заговор, неотъемлемо подчеркнутый с апокалиптическими сенсациями отворощения и страха. То есть это, как вы поняли, фотография чемпиона на первом месте, и вот как он ее интерпретирует. И вот у него есть еще очень такая красивая серия курящих девушек. А вот сейчас я хочу поговорить о Томасе Руфе. Это фотохудожник. Он не рисует, он фотографирует. Наверное, многие знакомы тоже с его творчеством. Я буду показывать и прочитаю интервью с ним. В отличие от Сандера и Ренгера, есть ясный кризис веры в объективность вашей среды в вашей работе. Это правда или нет? Извините за перевод, я не профессиональный переводчик, поэтому я, если что, простите, пожалуйста, что как получается. Вот. То есть это его фотография. То есть он специально плохого качества пиксельную фотографию, он увеличивает до очень больших размеров и делает из нее вот такую работу. Вот различие между ними и мной – это то, что они верили, чтобы захватить действительность, а я верю, чтобы создать картину. Все мы потеряли постепенно веру в так называемое объективное завоевание реальной действительности. Что вы подразумеваете под реальной действительностью? Фотография использовалась для всех видов интересов в течение прошлых 150 лет. Большинство фотографий, с которыми мы сталкиваемся сегодня, не действительно, не подлинно больше. У них есть подлинность, которую управляют в заранее подготовленной действительности. Вы должны знать условия особой фотографии, чтобы понять это должным образом, потому что камера только исправляется, что с этим. Почему фотография становилась настолько важной в мире искусства? Возможно, это вопрос поколений. Мое поколение, возможно, поколение прежде, росло с фотографией, телевидением, журналами. Окружение отличается от 100 лет назад. Фотография стала самой влиятельной средой в западном мире. Так, в настоящее время вы не должны рисовать, чтобы быть художником, не обязаны. Вы можете использовать фотографию, вы можете даже делать абстрактные фотографии. Это стало совершенно независимым. Вы имеете дело с безусловностью среды, ее картинной прекрасности? Вы согласились бы с этим? Фотография симулирует то, что она показывает действительность. С вашей техникой вы должны подойти так близко к действительности, насколько возможно, чтобы подражать действительности. А когда вы приближаетесь, вы признаете, что в то же самое время это уже не так. А что относительно вашего отношения к картине? Ну, я могу сказать, что это мое любопытство, которое заставляет меня сделать каждого, потому что я хочу видеть их, а затем я продолжаю. Когда я смотрю на один из ваших портретов или здания, это почти как я, если бы могу видеть больше, чем фактически там, чем если бы я там находился. Я думаю, что это происходит, потому что это картина, потому что это замороженная картина, ничего не перемещается. Если вы стоите перед зданием, возможно, вы поворачиваете свою голову, потому что есть шум, что-то перемещается, таким образом нет этой концентрации. Но когда картина находится на стене, в замороженном виде, вы получаете полностью противоположный вид концентрации. То есть, и вот то, чем он очень известен еще от Томас Рофф, он берет порно-сайты и увеличивает эти фотографии до очень большого размера. То есть, они совершенно как бы имеют, получается, совершенно другой акцент у них. А это вообще совершенно дега в результате. То есть, если мы помним Дэна Хейса, то это уже как бы другая сторона. Вот совершенно смешной вообще человек, который вообще видит фотографию, как возможность вернуться в свое такое фантастическое ощущение детства. То есть, это живопись, но опять же он использует фотографию. Вот такая вот вещь. Вот это очень большая работа. То есть, еще очень интересно масштаб, как действует на восприятие. То есть, когда из маленькой фотографии художник интерпретирует это на холсте, совершенно в другом масштабе, совершенно меняются вообще, акценты меняются. То есть, это почти 3 на 2 метра. Ну, и я не могла не сказать об Энкси. Он не совсем как бы в этой команде, с одной стороны. Но с другой стороны, он как бы как нельзя лучше сюда подходит, потому что он тоже использует фотографию для своих работ. Потом еще он использует... Ну, вы знаете, да? Энкси, идол и кумир всех художников, работающих в стиле граффити. Он загадочный, таинственный. Никто не знает, как его зовут. Никто не знает детали его биографии. Ну, то есть, он делает... Вот вы понимаете, да? То есть, это вот как бы совершенно такое... На самом деле, народное искусство. На самом деле, как бы искусство, которое приходит к прямому контакту с человеком. То есть, мне вообще, как художнику, он очень близок. Вы видите, вот эта известная работа, фотография девочки из Вьетнама, Напалом. И вот он соединяет ее с американскими образами Микки Мауса и Макдональдса. То есть, если говорить о каких-то других, каких-то живописных техниках, то, к сожалению, очень трудно вообще что-то выразить. А тут получается, что ты можешь очень много сказать благодаря использованию фотографии. То есть, это на стенах, вы знаете, да? Понятно, да, что это на улице, на стенах. Он работает с трафаретами. Но иногда у него есть возможность, когда он делает что-то посерьезнее. Но в основном он подготавливает трафарет, потому что, в принципе, это как бы считается преступлением граффити. То есть, вы видите, да, стена, и на этой стене как бы он увидел ее, и потом пришел и сделал так. Лю Сяо Дун, китаец. Он говорит, искусство не может ничего изменить. То есть, мы только что видели, как Бэнкси меняет мир, да? А Лю Сяо Дун говорит, искусство не может ничего изменить. Что я пытаюсь сделать? Это наблюдать, свидетельствовать и заверять, что это существует. Это, вы видите, толстый белый мальчик со своим папой. Большая работа. Если по инчам, тут 78 на 78 инчей умножить на 4, то где-то 3 метра получается. 3 на 2,5. Просто мне вот почему очень интересно, потому что все равно, когда человек использует фотографию, художник, он все равно, как бы, работая с ней, он все равно свой оттенок, себя, как бы, он привносит. Мне кажется, у Сяо Дуна он людей любит очень. Проститутки его известны. Вот они были выставлены на выставке Painting of Modern Life. Он еще, конечно, мастер. Он очень известен тем, что он просто потрясающий мастер. Последнее время он вообще делает так. Он берет, уже не использует фотографии, он берет толпы людей, приглашает к себе в мастерскую, выставляет их так, как надо. То есть он как бы с натурой, с натурщиками, как бы, живыми работает. Вот, смотрите, совершенно такая модернистская работа. Я Сяо Дуна немножко отделила. А это китайцы как бы вот... Почему? Потому что китайцы, они вообще, в принципе, как бы отличаются, естественно, от западных художников. Во-первых, они совершенно... Они такие смирные, вот. То есть они, как бы, очень... У них очень... Они ограничивают, как бы, свои потребности до того, что... То есть там нет таких сильных амбициозных задач. Но при этом получаются потрясающие вещи. То есть и совершенно другая национальная идентичность, она вторгнулась в этот мир, как бы, и очень убедительно. Вот. Я просто не помню, как его зовут. А, Ян Киан. Вот, он, как бы, известен тем, что он рисует в ванной. Вот. Запотевшее стекло или зеркало. И очень важно, как бы, он известен, что вот он пишет эти цифры. Вот. Ну, и, наверное, многие знают Ян Пеймина, потому что он своими огромными вот этими пастозными холстами он, конечно, завоевал, конечно, аудиторию. Вот. Просто... Да. Ну, вот я вот вставила эту фотографию, чтобы вы видели, какие они на самом деле большие, эти работы. Вот. Тоже потрясающее мастерство. То есть тут еще какой-то момент, да, очень сложный, потому что западный мир, как бы, он очень, как бы, самодостаточен, да, и когда художник с совершенно другим менталитетом, с совершенно другой идентичностью пытается, как бы, себя предложить. То есть, ну, вот, как с китайцами получилось, они показали, прежде всего, свое безупречное мастерство. Это вот мне тоже очень близкий художник. Вот я знаю даже, как он звучит по-русски. Джан Сяо Ган. Сказать, что он работает в фотографии, может быть, это будет не совсем верно. Он изображает, как будто бы, эту фотографию. Вот. И мне кажется, он очень, очень помог, как бы, как сказать, познакомил западный мир, как бы, с китайской такой идентичностью. Вот это вообще работа потрясающая. Мать, ой, фу, дочь и отец. Отец и дочь. Обратите внимание на размеры 200 на 260. То есть, это 2 метра на 2 метра 60 сантиметров. Он такой вот художник. Моя мечта, маленький генерал. То есть, он тоже берет очень большие размеры. Но что он очень, как бы, важно, как бы, использует в фотографии, это серую шкалу. Вот. И вот эта вот статичность. Как будто бы они сфотографированы в студии, в фотостудии. Это я. Вот. Это моя работа. Оргына называется. Я просто, почему ее хотел показать, потому что, вот смотрите, помните, вначале я показывала художника Соль Элитра, фотохудожник. Вот слева его работа. Удивительно. Его фотография 35-го года. Еще тогда у Саши Угая на лекции я обнаружила, что очень близко. То есть, потому что, когда я делала своих аргынов, вот видите, справа наверху, это фон. Фон для моей работы. Внизу это уже то, что получилось. То есть, я, как бы, куда я поместила своих персонажей. То есть, мне тоже казалось, что это очень такой мандриановский фон, а работа Соля Элитра называется «Рабочий мандриан». Вот. Ну вот еще тоже я. Вот. Я просто вот к тому, что вот... А вот, пока вы смотрите мои работы, я последние слова прочитаю. Как вывод, хотелось бы сказать, что современная живопись, использующая фото и видеоматериал как основу для своего творчества, выходит на совершенно другой уровень. С одной стороны, это все еще живопись, живая, брутальная, плотная. А с другой стороны, она обладает уже всеми определениями современного, актуального искусства. Благодаря фотографии тематика расширяется и становится возможным найти совершенно новый язык для репрезентации своей национальной идентичности, выразить свою политическую позицию. Живопись балансирует на грани поп-арта, демократизирует язык искусства, но в то же время может говорить о сложных субъективных вещах. Несмотря на то, что живопись увлеченно хоронит последние сто лет, она живет и меняется. Сейчас все меньше ценится ремесленное мастерство, потому что оно ассоциируется с некоторой ограниченностью в свободе идей и средствах воплощения. Но в живописи по фотографии мастерство является неотъемлемой частью произведения. И можно сказать, что живопись по фотографии совершила очередной переворот в искусстве последних лет, разрушив изжившую себя эстетику, провозглашая, декларируя новую поэзию повседневности, поэзию реальности, причем у каждого художника своей. Это вообще последняя работа. Вот. Я все. Спасибо. Спасибо.